Буквально на днях исполнилось 5 лет с тех пор, как я приехал в Америку, как я уехал из России, из Москвы, где до этого прожил всю жизнь. Кажется, что это было только вчера, но вот уже прошло 5 лет. В этом ролике я решил не просто рассказать такие итоги своих 5 лет в Америке, но и дать совет новым иммигрантам, а в большей части даже советы себе 5-летней давности, после всего того опыта, который я пережил в Америке, что бы я хотел знать на момент своего переезда, что бы я хотел услышать, что бы мне кто-то сказал, посоветовал, это бы сделало мою жизнь в иммиграции легче. В общем, об этом я вам сегодня расскажу. Всем привет, друзья! Вы на канале Столица Мира. Меня зовут Анатолий Власов, я живу в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, но сейчас я приехал в солнечный, замечательный небоскребный Майами. Подпишитесь на канал, если еще этого не сделали, нажмите жирный-жирный лайк, а мы начинаем. Поехали! Если вы смотрите этот ролик, то, скорее всего, вы тоже задумываетесь о переезде в США. И самый, наверное, большой страх новых иммигрантов – это кем здесь работать. Самые востребованные профессии в Америке, даже несмотря на пандемию и кризисы, относятся к сфере информационных технологий – IT. Более того, с помощью IT можно легче перебраться жить в США, и спрос на IT-шников всегда растет, особенно в крупных компаниях. Для кого-то это лишь мечта, но она может стать реальностью. Особенно ценятся в IT, конечно же, программисты. Учиться программированию самостоятельно довольно сложно. А чтобы устроиться на работу, особенно здесь, в Америке, у вас уже должны быть кейсы в портфолио. На самом деле, все гораздо легче, если у вас есть качественные наставники. Например, можно начать учиться писать на Пайтоне, а это самый легкий и востребованный язык программирования в Скайпро. Я уже рассказывал вам, что Skyeng открыл свой онлайн-университет навыков и профессий Скайпро. Они удобно и качественно учат IT, и сейчас у них есть несколько мест на потоке курса «Разработчик на Пайтон». Обучение проводится онлайн на протяжении 10 месяцев и состоит из 5 теоретических курсов и большого практического курса из нескольких модулей. Скайпро создали собственное приложение. Можно учиться из любой точки мира и в удобное время, совмещаясь с текущей работой. То есть максимум пользы для учеников. Что вообще делает Пайтон-разработчик? Он создает популярные сейчас чат-боты для мессенджеров, делает серверную часть сайтов и интернет-магазинов. Все вот ваши любимые приложения написаны на Пайтоне. Инстаграм, Фейсбук. При этом Пайтон самый легкий в изучении, и поэтому он такой популярный. Для программирования на Пайтоне не нужно знать математику. На курсе вы получите представление о предметной области и освоите простые задачи разработчика. Вы попробуете себя в роли младшего программиста под началом эксперта. Подготовитесь к трудоустройству с опытными HR-специалистами и научитесь составлять конкурентно способное резюме. А также добавите сразу 4 проекта в портфолио. А в конце курса станете уверенным джуниор-разработчиком и сможете найти первую работу в IT на зарплату от 80 тысяч рублей. Компания инвестирует большое количество средств в новый онлайн-университет и дорожит каждым клиентам. По ссылке в описании можно записаться на бесплатную консультацию по этой и другим профессиям. Да и вообще, все, что делает Skyeng, можно считать по умолчанию качественным. Ведь это компания номер один на рынке AdTech. Сейчас на сайте уникальное предложение со сниженной стоимостью на курс. А я вам даю дополнительную скидку в 10% по промокоду столица. Записывайтесь на консультацию по ссылке и исполняйте мечты. Представьте ситуацию. Вы оставили всю свою жизнь, которая у вас была в России или в своей родной стране, откуда вы. Приезжайте сюда и вам надо начинать с нуля. Кем бы вы ни были в своей родной стране, каким бы статусом вы ни обладали, как бы к вам ни относились люди, здесь это все не важно. Все ваши достижения, они не важны и в 99% случаев вам нужно будет начинать с нуля. Главная такая ошибка, которую многие совершают, и я совершил в самом начале, это то, что ты стараешься первое время общаться только с очень каким-то узким кругом лиц. Да, ты знакомишься с какими-то тоже иммигрантами русскоговорящими, но вот круг общения у тебя достаточно узкий. Или ты общаешься только с теми, с кем ты приехал. И это очень большая ошибка. Вот из-за этого главный совет, который я бы дал себе, 23-летнему, когда я только приехал в Америку, это общаться и знакомиться с как можно большим числом людей. Люди — это главный актив, это главная ценность. Абсолютно все проекты, которые у меня родились, неважно, они были успешные или провальные, все возможности, которые у меня появились, они появились только благодаря тому, что я общался, знакомился с очень разными людьми. Это все помогало нарабатывать опыт, вообще понимать, что здесь происходит, что можно делать, что нельзя делать, строить вот какую-то сеть, понимать вообще, с какими людьми мне интересно взаимодействовать, с какими неинтересно. Потому что очень часто бывает, что вы встречаете первую какую-то семью, первых каких-то ребят, которые здесь живут чуть дольше, чем вас, спрашиваете у них какие-то советы, слушаете их истории, и вы думаете, что вот только так работает. Вот только их опыт, он единственно верный, и только так бывает. Но это не так. Из-за этого нужно повзаимодействовать с как можно более разными людьми, из разных слоев общества, из разных сфер деятельности, чтобы сформировать более-менее объективную картину и понять, что надо делать вам, в каком направлении двигаться, какие у вас есть шансы, возможности, вообще по любым вопросам, по работе, по эмиграции, по тому, где жить, по стоимости жизни, вообще что можно делать, только благодаря общению с разными людьми. Когда вы этого не делаете, вот как раз многие эмигранты, они попадаются на мошенников, которые их разводят на деньги. Той человек, мы узкие, не обманываем друг друга. Услышали что-то от одного человека, он им кого-то посоветовал, а этот человек его взял и кинул, потому что человек не узнал просто другую точку зрения, как в Америке говорят, second opinion, то есть второе мнение, не узнал, а просто доверился с первого раза первому попавшемуся человеку, и теряют на это деньги. Поэтому главный такой совет вот вам, если вы собираетесь эмигрировать, общайтесь как можно большими людьми, если вы можете это сделать до переезда, пишите блогерам, я очень часто отвечаю, например, у себя в Инстаграме, пишите другим людям, в Телеграмах куча групп людей, которые собираются переезжать, много единомышленников, которые готовятся к переезду, еще что-то, узнавайте, пишите людям, которые уже здесь живут, и задавайте им вопросы, так вы себя подготовите к каким-то реалиям, которые вас здесь могут ждать. Один из прям вот ярчайших примеров, насколько сильно люди, живущие здесь, могут вводить в заблуждение, если вы не пообщаетесь, сами не будете искать информацию, это все, что касается вот кредитного рейтинга в Америке, кредитных карт. Я когда только приехал, мне такую чушь наговорили, то есть вот все, что мне сказали, первые несколько людей, которые про важность кредитного рейтинга в Америке, кредитных карт, говорили, оказалось ложью. И я, если бы сам не стал разбираться, не было бы вот этого вот всего. Давайте я вам просто покажу, что это такое. Я сейчас нахожусь в Майами, и я снял себе номер буквально на пару дней, в хорошем отеле я заплатил, по-моему, 100 с чем-то долларов за ночь. Но благодаря баллам по кредитным картам, мне удалось его проапгрейдить бесплатно до большой трехкомнатный сюит. Давайте я вам просто покажу, что это такое. Вот это вот, это огромная гостиная. Смотрите, с каким видом на Майами, на небоскребе. Это самый такой центр деловой Майами. Смотрите, какой здесь вид. Вот там вот вода можно увидеть. Там вон деловой район Майами. Ну просто какая-то красотень. Как я сказал, здесь три спальни. То есть это трехбедрумный сюит. Здесь вот одна спальня с двумя кроватями. Тоже вот смотрите, с каким панорамным видом на даунтаун Майами. Ну вот просто же шикардос какой-то. Я, честно, ни разу в таком месте не останавливался. И я, конечно, под большим впечатлением. Вот еще одна спальня, смотрите, гигантская, тоже с панорамными окнами. А это вот мастер-бедрум. И здесь, смотрите, какая ванная. Ну это же просто что-то с чем-то. И вот спальня. Я тут, собственно, спал. И к чему я это все говорю, друзья? Вот если бы я сам не разобрался в кредитной системе американской, я бы вот не знал, что можно путешествовать по Америке за какие-то сущие копейки. Можно платить стандартную цену за номер, но благодаря баллам по кредитным картам, по всяким там программам лояльности, которые тебе ничего не стоят. Ты просто должен грамотно обращаться со своими деньгами, вовремя все покрывать, не платить там ни цента по процентам банкам, и ты сможешь жить вот в таких вот местах просто за копейки. Я всегда говорю в таких ситуациях work smart, not hard. Просто потому, что я сам изучал много информации, кстати, на Америке. Не доверял первому встречному, когда он мне что-то рассказывал. Поэтому это реально очень важный совет новым иммигрантам. Проверяйте, ищите информацию сами. Следующее, что я бы себе рассказал тогда в 23 года, заезженная фраза. Америка это страна возможностей. Ну блин, это реально так. Америка это страна нереальных возможностей. Мне сложно представить еще какую-то страну на планете Земля, где будет столько возможностей. Вот вы можете пересмотреть всех блогеров русскоговорящих на свете про жизнь в США, которые рассказывают, как они здесь зарабатывают, про разные зарплаты. Но это будет просто капля в море по сравнению с тем, на чем здесь реально люди зарабатывают деньги. А правда в том, что в Америке деньги можно зарабатывать на чем угодно. И на чем угодно можно зарабатывать очень большие деньги. Такие деньги, которые вам в России, в ваших странах даже не снились. Просто вот пару примеров. В Лос-Анджелесе живет парень, тоже он, по-моему, из России. Я с ним лично не знаком, но читал много про него. Он занимается тем, что он продает на Амазоне, в интернет-магазине «Сибирское мумиё». И зарабатывает на этом очень хорошие деньги. Вот кто бы мог представить, что на мумиё можно зарабатывать деньги. А в Америке это реально. Или еще я знаю девочку, которая зарабатывает на Амазоне тем, что она продает какие-то свечи, которые сама делает. И делает это в огромных масштабах. Есть иммигрантка из постсоветских стран, и не помню откуда именно, которая здесь организовала производство кефира. И она продает кефир по всем штатам. Компания называется LifeWayne. Если вы живете в Америке и сейчас это смотрите, вы точно видели эти кефиры во всех магазинах. Казалось бы, типа, блин, кефир что? Но тем не менее зарабатывают. Люди, которые есть, зарабатывают там, не знаю, на каком-нибудь кальянном кейтеринге, на мувинге, на траковом бизнесе, на ютубе. Вот прямо сейчас вы смотрите этого человека и наверняка знаете других. Можно зарабатывать вообще на чем угодно. К чему это все говорю? Зачем бы я это себе сказал? Что не надо строить себе какие-то рамки. Что условно, вы приедете в Америку, вы будете там, не знаю, работать на мувинге, будете зарабатывать вот такую вот сумму денег. И потом потихоньку у вас есть вот протоптанный путь. Вы, не знаю, пойдете, получите образование, начнете делать какую-то другую карьеру. Всякое может быть. Вот реально нету протоптанных дорожек. Бывает такое, что общаясь с разными людьми, рождается какая-то идея, какой-то проект, который выстреливает вообще-то каких-то нереальных высот. Я знаю много таких примеров. Не стройте себе рамки и не думайте, что все, что рассказывают блогеры, это единственно возможные варианты развития событий. Их здесь на самом деле великое множество. Рискуйте, потому что самый большой риск это вообще не рисковать. Старайтесь не идти только безопасными путями. Да, это риск, да, могут быть большие потери, но постфактум, вот оглядываясь на себя, на проекты, которые стоили мне там почти 100 тысяч долларов долга, которые я отдавал. Я понимаю, что это стоило того, что это дало мне те качества, те навыки, которые помогли мне затем заработать уже хорошие деньги стабильно. Если, кстати, не видели историю моих первых нескольких лет жизни в США, я оставлю ссылки на эти ролики. Посмотрите обязательно, там очень интересно. Думаю, много подчеркнете для себя. В связи с этим хотел бы сказать, что в Америке, наверное, вообще в целом, в современном мире очень важно быть flexible, то есть таким, знаете, пластичным. Не привязывайтесь только к своей профессии, к своей сфере деятельности. Будьте готовы меняться, поменять что-то. То есть вот, например, я, когда приехал, я зарабатывал на разработке сайтов и маркетинги, потому что я этим занимался в России. Затем мы начали заниматься вообще другими проектами, там в сфере маркетинга тоже, но вообще абсолютно в другой связи. После этого мы вообще ушли там типа в онлайн-образование, во всякие стартапы, привлекали деньги, инвестиции. Параллельно я развивал канал, с каналом мы начали монетизировать трафик там на визы. Потом визы закончились, потому что пандемия, ничего не работает, путешествий нет, пришлось перестраиваться. Если вы выработаете себе качество вот этого вот flexibility, то есть пластичность и умение перестраиваться в зависимости от того, что происходит, вы никогда не пропадете. Что бы ни случилось, вы все равно совсем справитесь, перестроитесь и пойдете дальше. Вот это классно. Такой совет я бы дал себе в 23 года. Следующий такой прям вот практический совет касательно иммиграции. Общайтесь с разными иммиграционными адвокатами. Я человек такой достаточно дотошный, который любит перепроверять очень много раз там разную информацию, которую я получаю от кого-то, даже если я слышу от людей. Я пообщался с десятками разных иммиграционных адвокатов в Америке. Я за каждый раз платил деньги за консультацию, потратил реально нормальных денег на адвокатов, прежде чем выбрать того, который мне подходит. Что нужно знать вообще про иммиграционных адвокатов в Америке? Приехав в Америку и начав решать вопрос с легализацией, вы столкнетесь с тремя типами адвокатов. Первый – это реальные иммиграционные адвокаты. Как определить, что человек реальный иммиграционный адвокат? Во-первых, у него в кабинете вы по-любому увидите диплом университета, что человек получил юридическую степень. Во-вторых, вы там увидите лицензию на ведение адвокатской деятельности в том городе, в том штате, где вы находитесь. Лицензия на представление интересов человека в суде и в каких-то других иммиграционных делах. Как вы это можете проверить? Есть сайт, вот так вот он называется. Вы можете туда зайти, вы, кстати, можете даже находясь в России, там найти себе иммиграционного адвоката. Очень удобно. Это не реклама. Заходите туда, вбивайте имя адвоката, с кем вы пообщались или с кем вы хотите пообщаться. Если там написан его номер лицензии, то значит, это действительно лицензированный адвокат. Он или она имеет все необходимые документы, чтобы вести адвокатскую деятельность именно как иммиграционный адвокат в том городе, где вы живете. Почему это важно? Потому что только адвокат с лицензией имеет право представлять ваши интересы в суде. Допустим, подались вы на политическое убежище, на интервью вам отказали, у вас будет назначен суд. Только адвокат с лицензией сможет представлять там ваши интересы, вести диалог от вашего имени и вообще общаться там с прокурором, с судьей, со всеми. Без этой лицензии человек это не может сделать. И к чему я это говорю? К тому, что вы встретите так называемых еще и помогаторов. Это люди, которые могут выдавать себя за иммиграционных адвокатов. Какие-то прям реально настолько наглеют, что прям напрямую говорят, да, я адвокат, да, вот там смотри, у меня офис, у меня все. Но по факту этот человек не адвокат. И это можно пробить, опять же, просто проверив его имя и фамилию на вот этом вот сайте, про который я говорил, и вы не найдете там лицензии. И таких реально очень много. В основном они занимаются помощью с политическим убежищем, то есть с такими кейсами, где изначально не нужно делать много работы. Но есть и такие вот помогаторы без лицензии, которые занимаются помощью в бизнес даже иммиграции. У меня нет опыта работы с такими людьми, но возможно среди них есть реально люди, которые реально качественно делают работу, собирают кейс, отправляют его. Но проблема в том, что если вдруг вам откажут, они не смогут никак ваши интересы представить в суде, они не смогут напрямую вести диалог с иммиграционной службой, потому что они не адвокаты, они не имеют права от вашего имени что-то делать. Там уже могут быть проблемы. То есть если у вас, наверное, какой-то суперсильный кейс, вам без разницы, вам даже такой человек может помочь. Но если у вас кейс такой непонятный, одобрят вам, не одобрят, я бы не рекомендовал с такими работать. Просто главное не попадайтесь, потому что среди таких еще много мошенников, которые кидают людей на деньги. Просто будьте аккуратнее и проверяйте, 10 раз подумайте, прежде чем нести такому человеку деньги. И третий тип иммиграционных адвокатов в Америке это так называемые паралегалы. Это люди, которые могут даже сидеть в офисе какой-то юридической компании, но у них нет адвокатской лицензии. Они закончили там какие-то курсы и они имеют право работать только под каким-то юристом с лицензией. Это не всегда самый плохой вариант, но просто тоже имейте ввиду, что если такой человек работает в серую и он представляется паралегалом, то он тоже не может представлять ваши интересы в суде, если вдруг вам откажут. Это просто важно знать, чтобы не попасться потом в просаг, если вам вдруг, не дай бог, откажут и вам придется искать нового адвоката, вы уже заплатили паралегалу или помогатору без лицензии и вам нужно заново платить уже другому человеку за представление ваших интересов в суде. Чтобы такого не было, просто имейте это все в виду. А иногда бывает, что люди, которые даже не являются паралегалами, они представляются паралегалами, то есть просто обычные помогаторы говорят, что они паралегалы, могут даже какую-то бумажку каких-то курсов дать, но это вообще ничего они меняют, они остаются такими же людьми без лицензии. Просто имейте это в виду, общайтесь с разными людьми, 10 раз подумать, прежде чем принимать решение кому-то из адвокатов платить деньги. Следующий совет себе и вам, новым иммигрантам, готовьтесь за все платить. Америка, страна победившего капитализма, потребительства и где все стоит денег, вы готовьтесь сразу за каждый чих платить. То есть поначалу мне было очень непривычно, что я там за консультации должен платить, везде платные парковки, доступ там куда-то, везде, ну короче, все за деньги, все такие дополнительные опции, ты заезжаешь в квартиру, хочешь заехать с домашним животным, бах, плюс 500 долларов тебе обязательно надо заплатить. Хочешь там еще чуть больше дополнительно парковочное место, плати, плати, везде плати. Хочешь поменять место с обычной парковки на парковке с электрической зарядкой, плати плюс дополнительные 120 долларов. Везде, везде нужно платить деньги. Для меня это было непривычно, но потом я как бы понял, что только благодаря такому подходу ты реально начинаешь позволять себе самому брать деньги за свои услуги, за свою работу и нормально зарабатывать. И вообще по поводу заработка в Америке, вот вы можете смотреть разных там блогеров, которые говорят, что все нормально, приезжайте, устраивайтесь на мувинг, там садитесь на трак и зарабатывайте там свои там от 3 до 10 тысяч долларов в месяц, не паритесь, вы король, можете себе все позволить. Дом, квартира, машина, последний айфон, все зашибись. Это, друзья, конечно, классно все звучит, особенно когда вы живете в России, но вот поймите, что это далеко не самые лучшие варианты того, как можно жить в Америке. Вообще, да, вы легко можете буквально за первый месяц жизни в Америке, устроившись на какую-то самую обычную физическую работу каким-нибудь грузчиком, реально начать зарабатывать от 3 до 4 тысяч долларов в месяц, и вам будет казаться, что это какие-то космические деньги, потому что в России или там в своей стране вы никогда такого не зарабатывали. Но это не тот уровень, чтобы жить в Америке. Я бы не рекомендовал вам переезжать в Америку, если ваша цель это выйти вот на такой заработок и здесь так жить. В Америке можно жить намного лучше, чтобы обеспечить себе более-менее достойный уровень жизни, покупать нормальные продукты, жить в нормальных местах, нормально проводить досуг, путешествовать, не переживать, надо целиться на заработок от 10 тысяч долларов в месяц, вот прямо это нижняя граница. Особенно сейчас, когда после пандемии многие цены взлетели, реально меньше 10 тысяч долларов вообще даже не стоит пытаться. Если только собираетесь, вы вот ментально себя готовьте к тому, что вам надо выходить на такой уровень. меньше будет сложнее. Но самое главное, как я уже сказал выше, возможности для этого в Америке есть. Неважно, чем вы занимаетесь, вы можете выйти на такой уровень дохода. Я знаю людей, которые занимаются видеосъемкой, делают татуировки. Короче, абсолютно разные деятельности, у которых доход не ниже того, что я назвал. И все нормально. То есть не обязательно словно работать на мувинге или целыми днями, 20 дней в месяц сидеть и крутить руль в кабине грузовика, чтобы выйти на такой заработок. На мой взгляд, зарабатывать 10 тысяч долларов, но при этом 20 дней в месяц проводить вдали от семьи, сидеть зарабатывать себе проблемы для здоровья ради десятки в Америке, ну, это такой очень сомнительный обмен. Только если вам это искренне, конечно, не нравится. Если вам это нравится, то, окей, проблем не вижу. Моя задача показать вам перспективу, что это не самый лучший вариант, если рассматривать по деньгам. Вам может казаться, что десятка в месяц за то, что вы водите грузовик – это нормальный вариант. Зная реалии Америки, это не такой уж и нормальный вариант. Просто имейте это в виду. Опять же, без обид тем, кто этим занимается и искренне хочет это делать. Просто вам пища для ума, что можно и по-другому. Ну, и последний совет себе и вам, новым иммигрантам. Будьте открытыми к тому, что вам надо будет поменять какие-то свои ценности. Америка – это страна с другой культурой, с другой историей. И какие-то вещи, которые вам по приезду могут казаться непонятными. Я не знаю, вы можете определенным образом относиться к чернокожим американцам, как-то их не любить, выражать вот эти вот типичные стереотипы. Вот вместо того, чтобы это делать и там возмущаться, не знаю, движению BLM, еще чему-то, возьмите и подружитесь с чернокожим американцем. Пообщайтесь с ним, позадавайте ему вопросы. Отсутствие диалога ведет к изоляции и к тому, что в итоге, если вы приезжаете и вы начинаете относиться ко всему, исходя из каких-то своих предрассудков и стереотипов, вы превращаетесь по итогу через 10 лет в эмигрантов, которые будут смотреть «Вести недели» с Киселевым, восхищаться, какой Путин крутой президент. Не то, что тут в Америке вообще какая-то дичь творится, вы только посмотрите на то, что натворил Байден, Трамп, кто угодно, какой следующий будет президент. Таких эмигрантов реально очень много. Живя здесь, общаясь с такими, предполагаю, что это происходит ровно из-за того, что они не хотят пересматривать ценности, дети, которые у них сложились в родной стране, они все воспринимают в штыки, что это неправильно, так делать нельзя, не могут перестроиться и изолируются. Самое страшное, когда еще дети растут у них здесь, потому что родители, которые не желают перестроиться и понять вот эту новую страну, в которой они живут, они сталкиваются в итоге с тем, что они не понимают своих детей, потому что дети уже растут в этой среде, они впитывают всю эту вот культурную повестку. Это приводит только к конфликтам отцов и детей, родителей и детей. Ничего хорошего, когда родители не понимают своих детей. Это ненормально. Поэтому будьте готовы открыться и перестраиваться навстречу всему новому, что вы здесь можете увидеть. Многое может вам непонятно, вам может казаться, что это там пропаганда, какая-то там левая повестка, еще что-то. Просто пообщайтесь вот с людьми, к которым это относится. Не нравятся вам черные? Пообщайтесь с черными. Не нравятся, я не знаю, вам там геи? Пообщайтесь с геем, задайте ему вопросы, которые вас интересуют. Поверьте, от общения искреннего, от нормальных, адекватных вопросов и взаимодействия с людьми, вот мир бы стал намного лучше, и вот эти все предрассудки тупые, они бы ушли. От этого жизнь в Америке психологически вам станет даваться намного легче. Вот такой вот вам совет. Ну что, по итогу этих 5 лет я могу сказать, что решение тогда, когда мне было 23 года, уехать из России, из Москвы, где я прожил всю жизнь, где у меня в целом все было хорошо. У меня был бизнес по маркетингу и разработке сайтов. Я зарабатывал деньги, я мог в Москве питаться в кафе, в ресторанах, несмотря на цены. Была, конечно, оговорка, что я жил с родителями, но я тогда только женился, причем свадьбу. Мы с моей женой, мы оплатили на свои деньги, мы ни у кого не занимали, не брали кредитов. То есть мы были достаточно самостоятельны, у нас были уже планы покупать недвижимость. Как бы все шло в гору, все были перспективы. Но мне было мало, мне хотелось чего-то большего. Я понимал, что можно лучше, больше, выше, сильнее. Я принял решение вот от этого всего, от этого комфорта, который у меня был, уехать в абсолютно неизвестную страну, где меня никто не ждал, где были варианты заработка, но они все быстро провалились, как только я приехал. Я об этом рассказывал в своих роликах. Оглядываясь назад, я понимаю, что это дичайшее вообще решение, просто дикое. Сейчас я не знаю, принял ли я бы его, исходя из своего опыта. Мне кажется, чем моложе вы, тем легче вам идти на какие-то такие вот безрассудные поступки. Но, оглядываясь назад, я понимаю, что это лучшее решение. Америка меня закалила, я здесь стал отцом, я здесь столкнулся с такими вызовами, такими проблемами и финансовыми, и какими-то межличностными, да даже, наверное, психологическими проблемами, с которыми я, если бы столкнулся в России, то, наверное, лет через 10-15 может быть. То есть вот такого резкого роста, резкого скачка у меня бы не произошло. А Америка мне это дала и сделала. Я занимаюсь любимым делом, мне нравится общаться с вами. У меня есть в Америке компания по разработке игр, куда мы уже несколько раз привлекали инвестиции. Мы сотрудничаем с крупной компанией, у нас растет визовый центр, у меня несколько разных направлений. Я в ближайшее время буду покупать недвижимость. Сейчас впервые я могу сказать, что у меня более-менее такой вот наступил баланс, когда я понимаю, что все, что было, все было правильно, все было к лучшему. Я очень благодарен себе, что я уехал из России, хотя иногда мне, конечно, грустно и я скучаю по родственникам, по каким-то друзьям. И мне грустно наблюдать за тем, что происходит в России, понимая, как люди здесь живут и зная, как живут люди в России. Вот этот вот большой контраст, он меня, конечно, печалит. Но все эти минусы перекрываются всеми плюсами и возможностями, которые мне дала Америка. За это я и очень сильно благодарен, но больше всего я, конечно же, благодарен лично себе, потому что если бы не я, этого всего бы у меня не было. Поэтому, друзья, не бойтесь, как говорил Стив Джобс, будьте голодными, будьте безрассудными, не соглашайтесь на то, что у вас есть. Всегда знайте, что можно лучше, можно больше. И мир, он на самом деле очень маленький. Как бы вам ни казалось, Америка далекой, недоступной страной, это всего лишь 12 часов или там 10 часов на самолете. И вы оказываетесь в абсолютно другом мире, в другой реальности, где все работает по-другому и, на мой взгляд, все намного легче. Тех вещей, которые вам хочется достичь, здесь они достигаются намного быстрее, легче. Да, будут проблемы на пути, но они все решаемы и миллионы иммигрантов каждый год в любое поколение, они это преодолевают, становятся здесь на ноги, обеспечивают лучшую жизнь себе и своим близким. Это самое главное. Все, друзья, на этой ноте хочу закончить. Обязательно напишите в комментариях, что думаете, полезны ли вам вот эти вот советы спустя 5 лет моей жизни здесь. Не забудьте подписаться на канал, нажать на кнопку колокольчика, чтобы не пропускать новые видео, поделиться этим видео со своими друзьями, а мы увидимся с вами в новых роликах. До новых встреч, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова